Близятся праздники и украинские слуги народа, наработавшись, уходят на новогодние каникулы и наверняка надеются на подарки от Дедушки Мороза. А Дедушка Мороз, как известно, приносит подарки только хорошим мальчикам и девочкам. Поэтому мы попросили народных избранников рассказать, что же полезного они сделали для страны за ушедший год. Ну, мы, как минимум, не сделали ничего поганого. Депутатские рассказы об успехах в уходящем году в нашем следующем сюжете. Ёлка наряжена. Праздничное меню составлено. Холодец, оливье, шуба, обязательно белочка и рулетики синенькие. Билеты за границу куплены. Поеду в США. Депутаты уже выбрали себе новогодние подарки и спешат уйти на заслуженный отдых. Мы с женой знаем каждое увлечение друг друга. Она знает на увлечении рыбалка и охота и всегда старается сделать подарок для того, чтобы его потом применить. Секретные материалы решили проверить, кто из народных избранников были хорошими девочками и мальчиками, а кто плохими, что они сделали для страны за этот год и чем они заслужили свои новогодние подарки. Задаем депутатам обычный вопрос. А если подсумевать за рік, что конкретно вы сделали хорошего для страны, депутаты отвечают, как могут. А я не могу сам себя судить. Сам про себя говорить незручно. Ой, ну это сложно. Наталья Королевская в этом году запомнилась избирателям не поданными законопроектами или громкими политическими высказываниями, а тем, что радостно делилась рецептами приготовления макарон в день памяти жертв Голодомора. И расхаживала в неприлично дорогих кроссовках. Одна такая пара кроссовок стоит больше пяти депутатских зарплат. Не знаю, мне подарили кроссовки, наверное, не старые даже. Старые? Да, не дешевые. Но в этом году Королевская рискует остаться без подарка. А если подэкручить, что вы лично сделали хорошим? Я хочу пожелать одного, чтобы наши люди почувствовали, что Украина для каждого из нас, а каждый из нас для Украины сделал все, что было в его силах. Потому что самое главное сегодня – это мир. Что сделала сама Наталья Юрьевна для украинцев, осталось непонятно. Ее коллеги, экс-регионалы Юрий Бойко и Вадим Новинский тоже за этот год для страны ничего хорошего не сделали. Ну, мы, как минимум, не сделали ничего плохого. Радикал Оксана Корчинская рассказала нам, что готова пожертвовать домашним уютом и провести праздники в АТО. Как и Новый год будете праздновать? Новый год. Если будет загострелен на фронте, то, конечно, с хлопцами на фронте. Именно ее сын Данил Корчинский недавно попал в центр скандала. Полиция поймала парня, разъезжающим по Киеву на угнанном додже с атошными номерами. Вытягивать сына из рук новой полиции сразу же приехала мама. В сопровождении бойцов батальона Святая Мария. И вот сейчас Корчинская снова обращается к святым силам. А если подсумевать, за рік, что конкретно вы сделали хорошего для страны? Это надо спросить у Янголовых Господа Бога. Где вы будете Новый год праздновать? Дома. Михаил Добкин будет праздновать Новый год в кругу родных и близких. Праздник обещает быть веселым. Политик признался, что и хотел бы, но не смог сделать ничего хорошего для страны. Говорит, не дали. Позиция фактически лишена возможности реально влиять на судьбу страны. Или просто не успел, ведь прогулял больше половины парламентских заседаний. Точно так же, как и его брат, нардеп Дмитрий Добкин. Украинцы все еще не могут простить грехи прошлой власти. Но Добкин все равно не теряет надежды снова стать у руля. Наша задача сегодня, по большому счету, фиксировать все, что они делают. Ну и готовиться к тому, что рано или поздно оппозиция станет властью. Еще один экстрегионал – Вадим Рабинович. Он тоже числится в списке знатных прогульщиков Рады. И тоже признается, что за год почти ничего не успел сделать для своих избирателей. Сижу как баран там, махаю головой, смеюсь над ними, издеваюсь, сколько могла сделать, ничего не могла. А вот был ли хорошим мальчиком Олег Ляшко? Олег Ляшко – радикальная партия. Он эпатирует в каждом своем выступлении. Вы, Гирша Януковича, скотиняки! А вот сказать, что хорошего он сделал за этот год для своего народа, он почему-то постеснялся. Что я сделал для страны, хай люди говорят. Он был возмущен антинародным проектом бюджета 2016 года. А потом внезапно проголосовал за него. Говорят, опальный радикал быстро сменил свое мнение, потому что одному из подконтрольных ему предприятий прямо в ночь голосования пообещали выделить 400 миллионов гривен. Олег Ляшко ездит на бронированном Кадиллаке «Эскалаид» за 9 миллионов гривен и летает на чартерных самолетах. Того же он желает и своим избирателям. Чтобы у людей деньги были в кишени. Нардеп от самопомощи Егор Соболев блокировал трибуны. Дрался с депутатами. Терял важные документы. Я, зазвичай, никогда не выпускал эти документы с рук. Бачер изразумев, что нет национальной папки. И даже угрожал гранатой. За свое плохое поведение ему даже пришлось уйти от жены. Но в отличие от своих коллег, он единственный, кто смог вспомнить несколько своих побед и достижений перед народом. О-о-о, я очень много что сделал. Мы в этом парламенте не позволили принять никакого коррупционного закону. 170 законов вызвали коррупционными и никакого из них не прошел. Теперь можно землю, нерухомость, машины, квартиры. Все можно подавиться в свободном доступе. И еще мы помогли людям в Кривом Морозе отстоять свободу, отстоять право выбирать и забирать владу. Я тоже пушаюсь. Народный депутат Владимир Поросюк в последнее время пытается изо всех сил превзойти маэстро эпатажа Олега Ляшко. Там банда, ты банда худячая. Руки забрасывает. Он целый год дрался, ругался и выяснял отношения в не совсем подходящий для нардепа способ. А сейчас он резко вспомнил о морали. Но так и не смог вспомнить своих заслуг перед народом. А я не могу сам себя судить. Вы можете меня судить. А сам себя я не маю никакого морального права. Они были непослушными и ленивыми. Прогуливали и бездельничали. Дрались и позорили Украину на весь мир. Украинские депутаты заслужили не подарки под елочку, а простоять всю новогоднюю ночь в углу на гречке. Но вместо этого они, как всегда, полетят на Мальдивы. Вообще я люблю Таиланд. Субтитры создавал DimaTorzok